Свою работу начала 22-я дальневосточная выставка «Печатный двор». Вот уже второй год мы проводим в таких очень непростых условиях, но проводим не онлайн, а очно. Все-таки позволяет пока ситуацию на Дальнем Востоке проводить. Вообще мы вели переговоры со 100 компаниями, но приехали здесь, выставлены 75 компаний. Но это те, которые коллективные стенды есть, понимаете, и отдельные небольшие издательства. Поэтому представлена география практически Дальнего Востока полностью. Дальневосточная выставка проводится во Владивостоке с 1997 года. За эти годы «Печатный двор» представил около 500 книжных компаний региона. Вот мы показываем нашу культуру нашего региона через куклы. А куклы здесь представлены китайские, корейские, японские и наши русские. Хотелось бы посмотреть, что у нас общего, что у нас, допустим, совершенно разное в культуре. И вот через куклы можно как раз про это поговорить. Здесь есть коллекционные куклы, прямо начало 20 века. Да, дорогие куклы. Здесь куклы современные, но они очень интересные, потому что это не игровые куклы. Это куклы, скажем, подарочные. В программе выставки множество интересных мероприятий. Будут организованы круглые столы, названы лучшие книги Дальневосточного федерального округа, а также состоится торжественная церемония вручения премии имени Матвеевых. Это знаковое событие в культурной жизни. Несмотря на пандемию и всякие ограничения, все-таки в прошлом году был проведен. А может быть не столько было участников, как хотелось бы, но все-таки представительство было достаточно солидным. В этом году не меньше участников. В этом году Бурятия приехала к нам. В прошлый раз они нечасто приезжали. 77 участников в этом году. Да, это побольше, чем в прошлом году. Мы ждем встреч с коллегами, с друзьями. За 20 лет мы тут со многими познакомились. В рамках Печатного двора будут проходить мероприятия, круглые столы, обмен мнениями. Поэтому для нас это знаковое событие – показать себя, посмотреть на других. Гости выставки могут увидеть экспозиции. Из Золотого фонда Печатного двора 1997-2021 годов университетская книга, рукописные и старопечатные издания из фонда Приморского «Вакумовского братства». История медицины в уникальных редких книгах. Здесь разные книги. Есть 19 век и 17 век. Есть уникальные, конечно, единственные в мире рукописные книги. Я их тоже представляю здесь. Но наиболее ценный экземпляр буду представлять несколько минут, может быть, полчасика, отдельно, завтра покажу. Ну, то есть, из моих рук я его не выставляю. То есть, они ветхие, очень ветхие. И хотел бы еще сделать заметочку, что, вероятнее всего, это в последний раз мы их вывозим, потому что для книг такого возраста и вообще такого состояния – это большой стресс. Выставка продлится до 9 октября. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом.